Покажу вам два жеста, беспроигрышно, вообще проверено десятилетиями. Задавайте мне любые вопросы, любые давайте. Только чтобы ответ был, не важно какой ответ, любые вопросы задавайте. Ну вы поняли, да? То есть вот этот жест русский обычно, вот мы всегда склонны все преувеличивать, у нас сила как бы, силушка гуляет, ага. И мы поэтому вот если делаем этот жест, делаем его вот так. А там надо делать филиграны ювелирные, вот я на Ладоге показывал, мастер-класс давал, собственно. Собственно, к этому все и сводилось на самом деле, вся лекция. Вот вы делаете так. И блаженная такая, улыбка еще. И работает, кстати, с родственниками в конфликтных ситуациях. То есть на вас кричат, вы так. Но правда иногда наши, если это индийские родственники, все в порядке, а вот если наши родственники, они же это воспринимают как нет или как издевку. Тогда есть другой жест, чтобы вы показали свою вовлеченность. Он тоже очень простой и тоже работает. Вот такой, смотрите, видите, раз. Вот просто. И опять же, русские всегда включают локоть, а то и плечо. То есть размахнись рука, разойдись там удаль молодецкая. А у индусов все скромнее, у них и тельце-то тоньше, они и гнутся-то поэтому получше. То есть вы берете просто раз, вот, движение кисти, вот, хоп, не перепутайте палец, указательно. Вот, раз, раз и все. А если вы хотите добавить, вот как бы, то, что называется, вот, модальность, так сказать, ну, интенсивность, скажем так, да, вы делаете вот так. Двумя руками, еще губами добавляете, как бы, чуть-чуть вверх. Или, если уже совсем, то вот так. Два раза. Я просто сидел один раз, это тоже я рассказывал на Ладоге. Вот не дадут мне товарищи соврать. Так небрит был и загорел. Сидел на дороге. Курта пиджам это называется. Ну, такая национальная индийская одежда. И проезжал мотоциклист. И он так остановился, я хинди, в общем-то, не знаю, и он так что-то на хинди меня, а-а-а-а, хей. Я говорю, я сделал так. Он сказал, ммм, ммм. То есть это, на самом деле, вот, в науке это называется невербальная коммуникация. They said no. Продолжение следует...